Добрый день дорогие зрители! Сегодняшний наш репортаж посвящен тому, как мы искали где остановиться в Яренче. Вот только что мы свернули с центральной улицы, но тут совсем немного осталось до центра, ну и решили поискать где нам остановиться. Ну решение такое поискать на удачу. Для нас самое главное, чтобы было тепло и уютно. Ну вот здесь дорога покрытая снегом, до этого все было хорошо расчищено, все центральные улицы расчищены, а здесь лежит укатанный снег. Ну ехать нормально, и мы едем, рассматриваем по сторонам. Конечно, мы как городские жители привыкли немного к комфорту, поэтому хочется, чтобы были там и удобства какие-то. Ну видите, по домам красивые дома стоят. Но мы все забираемся поглубже. Что-то нас пока здесь не привлекает. Ну, едем не спеша, потому что мы рассматриваем. Мы первый раз в Яремче. Ну, справа симпатичный домик. Он наверху видно красивый. Ну и впереди он еще много красивых появилось. Если бы мы тут уже были раньше, мы бы, конечно, быстро бы приехали. Ну а так, надеюсь, нам повезет. Вот слева крупный комплекс. Мы вначале даже подумали там остановиться. Выглядит очень красиво, современно. Но с другой стороны там конференц-зал. Посмотрите, сколько машин внизу. Банкетный зал. Ну, а мы хотели тихого, спокойного отдыха. Решили, что тут у нас, наверное, не получится. Ну и двигаем дальше. Видите, как есть большие дома, есть дома с настройками. Ну, здесь Яремче туристов принимает не только зимой, но и летом, и весной. Вот такой мостик. Переезжаем. Вот стоял микроавтобус, который возит людей на экскурсии. Вот мы пропустили машину, притормозили. Решили мы все-таки по этой дороге ехать. Ну, тут вот как-то уже более интересно становится. Чем выше в гору, тем красивее кругом. Ну, тут вот вроде как красивые места. Еще один мостик через какой-то горный ручей. Решили тут остановиться, посмотреть, что есть в округе. Ну, и как вы видите, тут наши поиски не увенчались успехом. Дорога куда-то ведет. Причем накатанная. Значит, что-то должно быть. Ну, еще, конечно, тут были указатели, которые нас влекли туда вперед. И вот так вот мы продвигаемся. Вот видите, слева синий указатель. Вот на него мы и ведемся. Конечно, мы туда не попали, но благодаря ему мы нашли, где нам остановиться. Потому что, видите, здесь уже совсем ничего нет. Уже думали разворачиваться. Вот видите, опять указатель налево. Можно поехать. Ну, после нескольких секунд раздумий и поехали. Дорога становится все загадочней. Сейчас, когда мы чуть поднялись, увидели, что не зря. Вот справа есть какой-то дом. Еле какой красивый заезд. Как красиво, смотря, как он находится. А тут нам еще шире открываются места. Вот еще справа дом неплохой. Видите, как хорошо все сделано, аккуратно. Ну, раз люди ходят, то точно здесь можно остановиться. Ну и, конечно, все мы надеялись посмотреть, куда нас приведет указатель. Видите, он опять синий указатель. Вот какая красота появилась. Ну что, решили мы тут остановиться, посмотреть, что есть в округе. Вот видите, какая каплычка тут есть впереди. Ну что ж, решили попробовать заехать вот сюда. Ну и, как оказалось, не зря. Вот тут вот мы и остановились. Вот это такой дом для гостей. Весь из дерево сделан. Наша комната была на втором этаже. Здесь вот даже на этаже есть столик гостевой. Но, можно сказать, что особо он незачем. В номере достаточно уютно. Ну, посмотрите, как красиво и аккуратно внутри. И картины, и цветы. Все чисто, все ухожено. На втором этаже два номера. Ну и, кроме вот такой, был гостевой балкон. Вот это уже, посмотрите, мы в номере. Видите, как уютно. Круглый стол. Телевизор. Есть Wi-Fi. Номер двухкомнатный. Вот какой широкий диван можно разложить. Здесь вот двухспальная кровать. Вот зеркало, тумбочки. Но самое главное, что ребенок одобрил это помещение. Ему здесь понравилось. Видите, такой буфет. Посуда, чашки, ложки, вилки, ножи, чайник. В общем, все, что надо. Ну, это я открываю еще санузел. Здесь теплый пол. Поэтому можно ходить босиком. Все тоже очень чисто, аккуратно. Вот такая вот красота. Вот это вот уже идет панорама. Это панорама с гостевого балкона, который на втором этаже есть. Видите, вот на крыше сосульки какие. И немножко, видите, территория. У меня есть и скамейка для гостей. В территории есть и баня. То есть, для отдыха все хорошо. И посмотрите, какая панорама открывается внизу. Видно Яремчу. Ну, конечно, не только на Яремчу, но и на горы. И смотрите, как раскиданы дома. Даже в таких, казалось бы, труднодоступных местах есть дома. Это горы уже с той стороны Яремчи. Вот так вот они покрыты деревьями и снегом. Вот, обратите внимание, что даже на такой высоте есть вон какие-то строения, заборчики. То есть, это тоже чьи-то участки. Это вот уже вид с нашего балкона. С него видна такая вот деревянная церковь. Я так думаю, что она Томиновострой. Что ей уже, ну, сотня точно лет есть. Может даже и больше. Видите, вся из дерева. Вот немножко видна территория гора с другой стороны. Ну, опять же, смотрите, как видно горы отсюда. Супер! Вот такие вот сморяки растут рядом возле дома. Ну, внизу есть и мангал, беседка. Воду можно прямо там набирать со скважины. Ну, понятно, что зимой не сильно сейчас в беседке посидишь. Вот опять же, видите, вон, где люди живут. На том склоне горы дома. И вот такие вот леса. Смотрите, там молоденькие елочки видны были. Вот они. Вон дома. Вон дома. Вон дома. Возле дома такая небольшая каплычка есть. Виде красиво сделано. Сейчас мы немножко посмотрим ее. Не парковаться, потому что здесь такой поворот. Поэтому лучше не парковаться. Так, посмотрите, как все аккуратненько, красиво. Видно, что люди приходят. Все украшено к рождеству. Вот такая вот здесь икона. Видите, называется Богородица. Неустанные помощи. У нас я что-то такую не часто... Точнее, я у нас не встречал такую. Вот это вид на тот двор, где мы остановились. Мы сейчас собираемся в путь. Мы поселились. Мы хотим потом сделать первый путь в город. Это я уже покажу в следующем выпуске. Сейчас еще немножко панорамы того места, где мы остановились. ПОДПИСЫВАЕТ И вот еще немножко вид из окна. Опять же, как люди живут здесь Если вы видели у дочки Стаканчик, а там снег набран Вот она решила этот снег привезти в Киев Потому что в Киеве снега Не было вообще Ты даже немножко удивляешься, как это люди так живут Это, наверное, банька у них Видите, даже на таком доме спутниковая тарелка Потому что цивилизация у всех есть Ну, я буду заканчивать сегодняшний выпуск Мы готовимся первый раз спуститься в Яремчу И посмотреть, что там будет Вот еще раз внизу Двор, как выглядит Ну, а это мы оставили на балконе Чтобы ждал своего визита в Киев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова